Реальная стоимость биткоина сейчас примерно на 12% ниже его текущей цены. Честную стоимость криптовалюты назвали специалисты финансового конгломерата JP Morgan Chase. С учетом того, что волатильность биткоина примерно в 4 раза выше, чем у золота, реальная стоимость криптовалюты сейчас около 38 тысяч долларов. Если волатильность сократится в 3 раза, то реальная стоимость вырастет до 50 тысяч. Именно волатильность биткоина экономисты считают его главной проблемой. Золото выигрывает на фоне биткоина благодаря своей устойчивости перед потрясениями рынка. С начала года цены на драгоценный металл оставались стабильными, несмотря на рост доходности десятилетних казначейских облигаций и другие факторы. Тем не менее, легендарный инвестор Билл Миллер в интервью CNBC объяснил, почему считает биткоин страховкой от финансовых катастроф. Миллер сравнил первую криптовалюту со страховым полисом, который не имеет своей внутренней стоимости, но люди все равно ежемесячно платят страховые взносы, поскольку хотят иметь защиту на случай непредвиденных ситуаций. Вы не хотите, чтобы ваш дом сгорел и не хотите попасть в ужасную аварию, но платите за страховку каждый год, на случай, если это произойдет, пояснил эксперт. В июле прошлого года Миллер назвал биткоин лучшим активом для защиты от инфляции. Также инвестор согласился с мнением, что биткоин – это цифровое золото, поскольку криптовалюта удобнее в использовании любого драгметалла. В 2019 году Миллер Value Partners стал одним из лучших в истории хедж-фондов, показав доходность в 119%. Инвестор начал приобретать биткоины еще несколько лет назад, когда они стоили 300 долларов за монету. Значительная часть капитала фонда была заработана именно на росте стоимости криптовалюты. На этом фоне в YouTube задумались об использовании NFT для монетизации контента. Директор по продукту видеокостинга Нил Мохан считает, что невзаимозаменяемые токены позволят авторам выстраивать более эффективное взаимодействие с подписчиками. Мохан пояснил, что с помощью NFT создатели контента смогут передавать права на свои уникальные видео, фотографии и другие ценные произведения. Из-за инфляции биткоин вырастет до 150 тысяч, предрекают глашатые Уолл-стрит. Сейчас инфляция в США бьет 40-летний рекорд. В январе она составила 7,5%. Практически весь прошлый год председатель Федеральной резервной системы называл рост цен временным явлением, закрывая глаза на причинно-следственную связь. По этому поводу апологет золота Питер Шиф высказался следующим образом. ФРС не способна бороться с инфляцией без обрушения рынка, поэтому она сделала вид, что это временно. Теперь же Федрезерв притворяется, что готов бороться с ростом цен. Шиф предлагает искать спасение в золоте, тогда как в JP Morgan отмечают рост институционального спроса на биткоин в качестве страховки от инфляции. Количество золота на планете ограничено, а добыча с каждым годом становится более трудозатратной. То же самое происходит и с биткоинами. Из-за роста числа майнеров сложность вычислений постоянно растет, а добыча ограничена. Долгосрочной целью биткоина JP Morgan называют цену в 150 тысяч. Этого уровня криптовалюта достигнет, когда ее капитализация сравняется с золотом. Банк оф Америка придерживаются того же мнения относительно смещения интереса инвесторов от золота к биткоину и при этом отмечают снижение волатильности криптовалюты с течением времени. Некошерная ситуация. В Израиле банк отказал пенсионерке в зачислении прибыли от инвестиций в биткоин. ХП Алимбанк подал возражение на иск 69-летней Эстер Фриман с просьбой отклонить ее требования о депонировании миллиона шекелей, полученных от инвестиций в биткоин. Восемь лет назад пенсионерка по совету родных купила первую криптовалюту на 10 тысяч шекелей. На тот момент я послушала своего сына и племянника, молодых ребят и сказала, что сделаю попытку безо всякого знания предмета с реальной наивностью обычного человека. Никогда не думала, что 10 тысяч шекелей превратятся почти в миллион, рассказала Фриман. В июне прошлого года она решила конвертировать цифровые активы в фиат, но ХП Алимбанк, которым женщина владела счетом на протяжении 40 лет, отказался принять средства на депозит. Финансовые учреждения мотивировали это тем, что Фриман инвестировала наличные и банк не может отследить движение денег. В заявлении указали, что истица не смогла подтвердить какую-либо связь между лежащими на ее счету деньгами и покупкой криптовалюты. Банки отметили, что Фриман приобрела биткоину неизвестного лица и не предоставила фактических сведений о цене актива. Адвокат Фриман выразил сожаления необоснованными претензиями финансового учреждения. По его словам, они построены на безосновательных гипотезах. Напомним, в 2019 году криптоинвесторы в Израиле столкнулись с трудностями при уплате налогов из-за отказа банков принимать средства от операции с цифровыми активами. В 2020-м местная налоговая служба обязала владельцев криптовалют раскрывать свои активы и прибыль. Вот еще одна история. Хакеры помогли жительнице США восстановить доступ к забытому криптокошельку. Ронда Камбарт из Иллинойса в 2013-м приобрела 6 биткоинов по цене 80 долларов за каждый. Потратив часть цифровых денег, вскоре она забыла о своем кошельке, а затем и вовсе потеряла доступ. Для того, чтобы вернуть кровные денежки, ей пришлось обратиться за помощью к хакерам. В конце 2017-го Камбарт увидела в новостях, что стоимость биткоина выросла почти до 20 тысяч долларов. Женщина захотела обналичить средства, но не смогла из-за того, что у нее отсутствовали некоторые данные для входа в биткоин-кошелек, программу, хранящую набор секретных чисел. У меня был лист бумаги с паролем, но я понятия не имела, какой у меня идентификатор. Рассказала Камбарт, добавив, что тогда она посчитала ситуацию безнадежной и прекратила попытки восстановить доступ. Прошлой весной Камбарт возобновила усилия, когда стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов. Ронда стала искать решение в интернете и наткнулась на Криса и Чарли Бруксов, отца и сына, которые взламывают криптокошельки за вознаграждение. Доверившись мужчинам, женщина рассказала все детали, которые смогла вспомнить. Затем состоялся видеозвонок, во время которого Крис открыл кошелек Ронды. В нем было 3,5 биткоина, что тогда равнялось 175 тысячам долларов. Крис Брукс основал фирму в 2017 году и подключил к проекту 20-летнего сына. Родственники устроили в своем доме в Нью-Хэмшире серверный центр, предоставляя скорую помощь тем, кто потерял доступ к кошельку. Как отмечают хакеры, лишь каждый третий случай успешный, хотя, по их словам, за прошлый год они восстановили биткоинов на семизначную сумму. По оценкам экспертов, из 18 миллионов биткоинов, находящихся в обращении, 3,5 миллиона цифровых монет утеряны владельцами. А сейчас барабанная дробь. Биткоин в этом году может подорожать до 400 тысяч, или почти на 900%, заявил основатель Quantum FinTech Group Гарии. По его мнению, рынок криптовалют может вырасти из-за массового использования стейблкоинов, цифровых монет, курс которых привязан к каким-то материальным активам. Криптовалютный рынок в целом сейчас находится в преддверии суперцикла роста, и у него большие перспективы, считает эксперт. Нынешняя ситуация очень похожа на бычий рынок в 2017-м. Стейблкоины помогают приблизить цифровые валюты к реальному миру. Такие цифровые монеты удобны для инвесторов. Например, можно конвертировать криптовалюту в стейблкоины, чтобы переждать колебания на рынках. Со временем стейблкоины могут стать альтернативой привычным фиатным деньгам в странах, где курс национальной валюты нестабилен. Прогноз по курсу биткоинов 400 тысяч выглядит избыточно оптимистичным с учетом текущих рисков. Такой сильный рост может произойти в случае, если крупнейшие экономики решат отказаться от фиатных денег и будут опираться на использование криптовалют. Такой сценарий пока выглядит нереалистичным. Редактор субтитров А.Семкин